Сложный, подумайте. Хорошо, значит, супруга родилась в Ленинграде, Кировограде, Петрограде, Санкт-Петербурге или Одессе? Короче, они бывают в Питере. Но правильный ты ответ. Вы в каком городе родились? В Санкт-Петербурге? В Ленинграде. Совершенно верно. Девушка, как вас зовут? Санкт-Петербург. Я говорю, ваше имя, как человек в Ленинграде говорит. Катя сказала, что ее зовут в Ленинграде. Ну ладно, хорошо. Катя, спасибо большое за правильный ответ. Сейчас я не знаю, пропустите вас, ребята, или сразу будем вас беспокоить. Мне кажется, у вас нет такой, что вам не подходить ничего, не спрашивайте. Человек даже важный. Ну давайте его спросят, хорошо. Какой зовут, простите? Николай. Смотрите, Николай, вопрос такой. Значит, до приезда в США Гена был столеваром, кочегаром, водителем автобуса, свободным художником, человеком свободной профессии. Какой правильный ответ? Стол номер пять уклоняется от ответа. Они будут с какой стороны посмотреть? Потому что вы выбираете свободного художника человека свободной профессии. Что, в принципе, одно и то же, да? А что он рисовал, по-вашему, как вы думаете? Доллары. День. День уже и знаки, да? Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Я считаю, что ответ правильный. Николай знает все. Очевидно. Хорошо. Стол мнения я пропускаю. Сейчас я перебираюсь вот к этому столу. Вот к этому столу. Извините, номер я не вижу. Стол номер два. Итак, дорогие друзья, вы не беспокойтесь. Я ничего сложного вас спрашивать не буду. Хобби нашего уважаемого юбиляра. Это фотография, голография, порнография и рыбалка. Рыбалка. Совершенно верно. Большое спасибо. Стол номер два. Ну ладно, я думаю, сейчас мы на этом остановимся. Потому что к рыбакам... Что я могу у рыбаков спросить? Они, наверное, знают о юбиляре все. Может быть, вы, ребят, что-то сказать хотите? Хорошо, дорогие друзья, спасибо большое. Сейчас отвлекайтесь, закусывайте. Вот, немножко музыки, немножко смеха.